Новые школы для организации обучения в одну смену. Молодые кадры и подъемные для них. О проблемах и перспективах развития образования на Колыме говорили сегодня на областном педагогическом совете. Побывала на нем и Анастасия Зубченко. Приоритет – перевод детей на обучение в одну смену в Магадане. Сейчас в областном центре работают 22 образовательных учреждения, из них 10 – это гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением предметов. Школа должна быть не одна новая в городе. Если мы сегодня посмотрим, что в городе Магадане 11 тысяч школьников, а 33% учатся во вторую смену, и всем директорам, которые сегодня организуют обучение во вторую смену, были выданы предписания Роспотребнадзора, чтобы они организовали одну смену, то мы видим, что одной школой не обойтись. Минимум 3-4 современных школы должно быть в городе построено. Хорошая тенденция. Педагогические кадры возвращаются в школы. За последние два года работать учителями пришли более 50 выпускников колымских вузов. Продолжают финансово поддерживать и молодых учителей. В 2013 году 19 молодых педагогов Магадана получили подъемные в размере 100 тысяч рублей. В 2014 году эту выплату получили уже 26 человек. Для тех, кто решил поехать работать в районы Колымы из областного бюджета, также предоставляют подъемные. После первого года работы специалистам с высшим образованием полагается по 200 тысяч каждый год в течение трех лет. У педагогов со среднеспециальным образованием выплата составляет 150 тысяч. Очень важно привлекать в школы самых лучших выпускников педагогических специальностей наших. Они идут туда, конечно, и немало, но не всегда это и лучший выпускник, доходящий до образовательного организации, до школы. Но отсюда цикл замыкается. Если будут учить не лучшие, не лучших, то о каком качестве можно говорить. Поэтому это нормальный процесс, он рабочий, над этим надо работать, думать всем участникам образовательного процесса. Мы должны сегодня представлять и презентовать свою региональную систему за пределами Магаданской области. Участвовать в федеральных программах, проектах, заявлять о себе. Потому что невозможно быть конкурентно способной системой без заявления на федеральном уровне, без того, чтобы показать лучшие наработки. А у нас в нашей региональной системе есть все для этого необходимое. В 2014-м на подготовку к новому учебному году потратили более 150 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Благодарственными письмами за работу в этом направлении наградили 9 школ города и области, а также одно профучилище. Анастасия Зубченко, Сергей Чихарев, Вести, Магадан.